Российские самолеты возвращаются из Сирии на свои базы. Страну покинули уже две группы летчиков. В России их встречали как героев. Заявление о выводе войск прозвучало как раз в тот момент, когда в Женеве должны возобновиться межсирийские переговоры по мирному урегулированию. О том, как оценили шаг Москвы представители разных сторон, расскажут наши корреспонденты. Президент России Владимир Путин приказал отозвать российских военных из Сирии 14 марта. Шаг согласован с сирийским президентом Башаром Асадом, заявили в Кремле. Объявление президента Путина, сделанное в день начала переговоров по Сирии в Женеве, это знак развития, которое, мы надеемся, будет иметь позитивное значение в деле политического решения сирийского конфликта и мирной передачи власти в стране. Многие считают, что, выводя войска, Москва подталкивает Дамаск к политическому решению конфликта. Это очень позитивное событие, потому что именно присутствие российских войск – это то, что удерживает Асаду у власти, позволяя ему творить беззаконие. Я верю, что если они серьезно намерены покинуть страну, это положит конец диктатуре, преступлениям в Сирии и позволит нам победить терроризм. Между тем, в ООН заявили, что гуманитарные службы не могут доставить помощь в четыре осажденных города из-за проблем с безопасностью. Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Дженс Лайерке сообщает, что грузы должны быть доставлены одновременно. Если хотя бы один конвой не сможет продвинуться, это остановит всю операцию.